Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Первых 27 пациентов принял санаторий Можайский. Там будут долечиваться те, кто переболел коронавирусом. Пять фонтанов, подсветка и стеклянные стенды с текстом сказки. В Самаре завершается благоустройство сквера Аксаковых. Благоустроили фасад и завершают ремонт первого этажа. В Самаре приводит в порядок спортивный комплекс «Орбита». За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 167 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 15 625. Такие данные в четверг 29 октября опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровел 241 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписано 12 942 пациента. Число летальных исходов составляет 267. 8 человек умерли за прошедшие сутки. В Самарской области первых пациентов с пневмонией отправили долечиваться в санаторий Можайский. Учреждение находится в структуре областной больницы Середавина. В течение недели профилакторий принял 27 человек, переболевших заболеванием легких. Сколько длится курс лечения и какие процедуры проводят, расскажет Мэриэл Чан. Для тех, кто перенес заболевание органов дыхания и пневмонию, свои двери распахнул санаторий Можайский. Здесь врачи делают все, чтобы больной быстрее вернулся к нормальной жизни. Пока в санаторий для реабилитации отправляют пациентов из больницы Середавина. Помимо медикаментозного лечения, специалисты проводят пациентам щелочные генгаляции. Занимаются с ними лечебной физкультурой и дыхательной гимнастикой. Курс остановления длится 14 дней. Больные заняты у нас круглосуточно, в том числе процедурами, которые проводятся методистами ЛФК, психологами и врачами отделения. Санаторий был укомплектован заранее всем необходимым оборудованием, которые потребуются для реабилитации пациентов. При необходимости здесь могут провести контрольные исследования. Для этого учреждения есть специальное оборудование. Например, комплекс «Пульмаэкспресс». Это кабинет цифровой рентгенографии, который получили по национальному проекту здравоохранения. Пока это первый санаторий в области, который работает в таком формате. Как отмечают медики, создание подобных коек в профилакториях необходимо. Это позволит одновременно улучшить работу стационаров и создать условия для восстановления пациентов, которые в этом нуждаются. Любые заболевания, в том числе и заболевания органов дыхания, требуют комплексной подготовки. Поэтому здесь у нас персонал, который состоит из врачей, несколько направлений. То есть это в первую очередь, конечно, это терапевты, которые наблюдают пациентов. Это инструкторы ЛФК, физиолечение. Здесь также планируется в дальнейшем кардиолог. В течение недели санаторий Можайский принял 27 первых пациентов, переболевших пневмонией. Сейчас здесь развернуто 46 коек. В дальнейшем будет в три раза больше. Мэри Илчан, События. В Самаре продолжают дезинфицировать общественные пространства и объекты уличной инфраструктуры. Специальным хлоросодержащим раствором в городе моют и туалетные модули. В том числе на Волжской набережной. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Из-за пандемии коронавируса в Самаре особое внимание уделят дезинфекции всех объектов уличной инфраструктуры. В частности, специалисты обрабатывают модульные и стационарные туалеты. Только на Волжской набережной их больше 20. Вот с помощью вот этого аппарата мы обрабатываем, то есть там специальный раствор для обработки. Нажимаем, обрабатываем. Специалисты используют в работе рекомендованный сотрудниками Роспотребнадзора хлорамин-Б. Это вещество гораздо дешевле спиртовых аналогов, но не менее эффективно справляется с инфекцией. Модульные кабины на Самарской набережной дезинфицируют специальным хлоросодержащим раствором. Эта жидкость полностью безопасна для здоровья людей и животных, зато она практически мгновенно убивает любой вирус. Туалет обрабатывает как внутри, так и снаружи. Обработкой уличных уборных занимаются по скорректированному графику с оглядкой на погоду. Это необходимо для того, чтобы раствор не превратился в ледяную корку. Мы в основном привязываемся к температурному режиму, чтобы не было минусов. Но пока обработка идет, то есть пока погода позволяет, то есть обрабатывается каждый ежедневно. До пандемии коронавируса туалеты тоже держали в чистоте. Рабочие использовали универсальные моющие средства. С учетом рекомендаций Роспотребнадзора, которые в марте появились по поводу предотвращения распространения инфекции, дополнительно к существующим работам помойки, обработке универсальными средствами, добавилась обработка именно воевнутренних поверхностей всех общественных туалетов, дезинфицирующих средствами. Помимо туалетов на улицах города обрабатывают остановки общественного транспорта, лавочки, пандусы и перила. Специалисты дезинфицируют детские и спортивные площадки, турники, качели, горки и другие контактные поверхности. В парках закрытые кабинки колеса обозрения. Работа в этом направлении продолжается. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. В Самаре капитально ремонтируют баскетбольный комплекс на стадионе «Орбита». Завершаются работы на первом этаже. Приведен в порядок фасад здания. Благодаря реализации программы «Спорт. Норма жизни», которая проходит по национальному проекту «Демография». Половина самарцев к 22-му году сможет заниматься физкультурой и спортом на базе муниципальных оздоровительных комплексов. Слово Ольги Павловой. Уникальный современный долгожданный в баскетбольном комплексе, расположенном на стадионе «Орбита», в первую очередь отремонтировали большой зал. Спортсмены не должны были остаться без тренировок. Затем перевели в порядок фасад, заменили окна, отремонтировали крышу. Сегодня работы завершены на 70%. Проект отличается от стандартных типовых решений, которые есть у нас в городе. Он не безликий. Это такой уникальный объект, арт-объект, который в законченном виде будет представить собой очень интересную структуру, очень интересную композицию. И дети будут заниматься здесь не только спортом, но еще будет приятно радовать глаз всех тех людей, которые будут в нем находиться. Здание спорткомплекса, построенное более 40 лет назад, в границах стадиона «Орбита», теперь передано на баскетбольной школе Олимпийского резерва имени Ольги Артешиной. Из года в год ее воспитанники защищают честь города и области на всероссийских соревнованиях. Новая спортплощадка позволит принять еще 50 новых баскетболистов. Набирать будут детей от 4 лет. Для них как раз и заканчивают ремонтировать малый зал. Есть сейчас очень много коммерческих, индивидуальных залов. То есть у нас здесь будет школа такой же. Мы будем приглашать детей, которые еще ходят в детский сад, чтобы они начинали первые шаги с самого раннего возраста. В здании появятся раздевалки, медицинские кабинеты, центр реабилитации. Там будут работать со спортсменами, получившими травмы. Частично ремонт планируют завершить к январю будущего года. Полностью же сдать объект в 2022 году. Капитальный ремонт комплекса идет в рамках исполнения федерального проекта «Спорт нормы жизни» и нацпроекта «Демография». Кроме того, в планах властей города строительство четырех крупных физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Самары. Пока проект в стадии разработки. Ольга Павлова, Сергей Баскин. События. Благоустройство сквера Аксаковых в Самаре завершится в ноябре. Территорию обновляют по областной программе «Содействие». Рабочие уже выполнили 80% земляных работ. Приступают к установке стеклянных стендов, на которых будет размещен текст каски «Аленький цветочек». Подробнее о концепции проекта благоустройства сквера расскажет Лариса Шлафаст. «Аленький цветочек» в историческом центре Самары. Когда-то именно здесь, на пересечении Фрунзе и Красноармейской, стоял дом, в котором жила семья губернатора Аксакова. Григорий Сергеевич размещался в нем с дочерью Ольгой, которой его отец, писатель Сергей Аксаков, и посвятил всемирно известную сказку. Сквер с пятью фонтанами и массивными лестницами по проекту Петра Щербачева появился здесь в 30-х годах прошлого века. Местные жители решили вернуть первозданный вид этой территории и приняли участие в областной программе содействия. Проект победил и получил софинансирование из регионального бюджета. Это очень интересный, амбициозный проект, на мой взгляд. Мы всегда только за новое, за все, что новое, что происходит в нашем городе. Сейчас смотрим в наши окна и только радуемся каждому этапу следующего построения этого прекрасного сквера. По проекту сквер должен превратиться в современную зону отдыха с удобными лавочками, пятью фонтанами и подсветкой. Изюминкой станут большие стеклянные стенды, которые символизируют страницы книги «Аленький цветочек». Это некое блуждание по определенному сценарию, то есть некий такой лабиринт, где стеклянные страницы с абзацами сказки, с отрывками сказки, с иллюстрациями и, соответственно, в определенном дендрологическом обрамлении ландшафтном, потому что каждый цветочек, кустик вокруг этой страницы будет соответствовать определенной ситуации в этом месте сказки. Гуляя в сквере, жители и гости города смогут прикоснуться к истории. Во время раскопок строители нашли здесь фрагменты кирпичной кладки. Оказалось, что это печь из дома Оксаковых. На данный момент принято решение выполнить мероприятие в данном сквере по устройству саркофага на данной кирпичной кладке, чтобы все жители могли при посещении данного сквера наблюдать именно археологические составляющие в данном сквере. Благоустройство на объекте идет по графику. Строители практически завершили земляные работы. Если по трудоемкости, то выполнено, я думаю, где-то 85%. Чистовые и более дорогостоящие элементы, они вот сейчас только на подходе, потому что сложный достаточно производство специфическое. Завершится благоустройство сквера в ноябре. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Россияне установили очередной ипотечный рекорд. С начала года в российских банках на жилье взяли более 2,5 триллионов рублей. В то же время клиенты стали снимать средства с валютных вкладов. Подробности расскажем в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. В сентябре россияне вывели с валютных вкладов более 1 миллиарда долларов. Эта сумма стала рекордной с марта, отмечают аналитики. Около 400 миллионов долларов забрали со счетов сроком до года. Более 700 миллионов – со стальных валютных вкладов. Эксперты считают, что банки провоцируют отток средств со вкладов в валюте. С марта ставки долларового размещения резко упали, и клиенты зачастую забирают деньги. Для кредитных учреждений валютные вклады невыгодны из-за высоких требований к резервированию. В самих же банках отмечают, что клиенты разместили значительную часть снятых средств в инвестиционные продукты, а также на накопительные и текущие счета. Некоторые распечатали свои запасы из-за уменьшения доходов, ну а кто-то выбрал новый инструмент инвестирования в виде льготной ипотеки. Кстати, те же банки в сентябре выдали рекордное количество ипотечных кредитов на общую сумму 424 миллиарда рублей. Рынок недвижимости на подъеме, в том числе и в Самарской области. Что и по каким ценам продается, расскажем в следующем сюжете. Российские банки в сентябре выдали ипотечных кредитов на 424 миллиарда рублей, на 82% больше, чем в том же месяце прошлого года. Это исторический рекорд для отечественной банковской системы, сообщает Объединенное кредитное бюро. А с начала года жилищных кредитов выдали на 2,5 триллиона рублей. Увеличение спроса на ипотеку отмечают и в одном из крупнейших банков Самарского региона, где за 9 месяцев на покупку жилья выдали 10,5 миллиардов рублей, на треть больше, чем годом ранее. И все это в основном благодаря программе льготной ипотеке. За период с начала действия программы, с апреля месяца, мы выдали более 800 кредитов на сумму 1,6 миллиардов рублей. И с 17 сентября мы понизли процентную ставку по данной программе на 0,4% пункта, тем самым существенно расширив возможности для жителей региона на приобретение нового жилья даже в нынешний непростой год. Рынок жилья Самарской области, как и в целом по России, благодаря такому рекордному спросу, сейчас на подъеме. Мы наблюдаем и рост цен на недвижимость, что обусловлено повышенным спросом на сегодняшний момент. Мы наблюдаем увеличение сделок по количеству, в том числе ипотечных сделок. В Самаре достаточно обширная география и по разбросу новостроек, и по, соответственно, ценам. Но, опять же, если мы в 2019 году, многие застройщики начали тестировать планку в 50 тысяч рублей за квадратный метр, то в 2020 году эта планка успешно преодолена, и застройщики уже начинают брать потихонечку новые горизонты. Как рассказывают эксперты, средняя цена в новостройках в Самаре от 55 до 67 тысяч за квадратный метр в зависимости от того, на каком этапе строительство дома. В отдаленных микрорайонах можно найти дешевле, а в центре, в элитном фонде, цена доходит до 150 тысяч за квадрат. Новостройки практически разбираются на котловании, если у застройщика хороший портфель объектов, и если у застройщика есть эскроу-счета. Спрос на рынок длевого строительства однозначно оттягивает покупателей от вторичного рынка. Но и на вторичный рынок сейчас очень высокий спрос, и объекты продаются менее чем за месяц, даже продаются достаточно неликвидные объекты. Ажиотаж на рынке жилья ожидается как минимум до нового года. Впрочем, жилье по приемлемым ценам будет доступно для граждан и дальше, поскольку льготную ипотеку продлили до 1 июля следующего года. Официальный курс доллара на 30 октября – 78,87 рубля. Американская валюта прибавила 1,32 рубля. Евро – 92,60 рубля. Европейская валюта повысилась на 1,34 рубля. Цены на черное золото все еще идут вниз. Нефть марки «Брент» на 29 октября – 37,79 долларов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В Самарском училище культуры состоялась творческая встреча студентов с историком, писателем и журналистом Борисом Кожиным. Тема лекции – Куйбышев – запасная столица в годы войны. Парад, который прошел в городе 7 ноября 1941 года, изменил ход мировой истории, обеспечив подкрепление московской наступательной операции. Именно поэтому особо важное значение имеет парад памяти, который с 2011 года проводится в Самаре на площади Куйбышева. Олег Зверев тоже выслушал исторические свидетельства. Куйбышевский парад 7 ноября 1941 года сыграл стратегическую роль в исходе Великой Отечественной войны. Сегодня об этом рассказал самарским студентам историк, журналист, писатель Борис Кожин. В 40-е годы, будучи подростком, он видел, как жила запасная столица. К большинству горожан подселяли эвакуированных, а норма хлеба на продовольственной карточке была чуть больше, чем в блокадном Ленинграде. Историю парада Борис Александрович изучал по документам. Шествие показало всему миру боевой настрой Красной Армии. А прямо с парада бойцы отправлялись на оборону Москвы. Из-под Иркутска, из-под Хабаровска сначала сюда свезли для участия в параде несколько сибирских дивизий вооруженных. Москвичи и историки Великой Отечественной войны знают, что отстояли Москву сибиряки, приехавшие к нам на парад. Это целая войсковая операция была проделана. Сначала сюда на парад, потом отсюда моментально, ну как можно сказать по тем скоростям, моментально в Москву. А там каждый час был на учете. В наши дни важную роль играет память о том историческом шествии. Именно поэтому с 2011 года в Самаре проводится парад памяти, инициатором которого тогда выступил Дмитрий Азаров. Как и в 41-м, на площади Куйбышева собираются колонны из разных регионов страны. В юбилейный год парадного шествия не будет, зато мероприятия, посвященные параду, проводятся повсеместно. Узнать историю и принять участие в торжествах могут все желающие, в том числе и на таких лекциях, как эта. Это очень интересно, и у него были эмоции, и я реально заплакала, потому что личные также переживания, я понимаю боль. Он рассказал, как он в детстве все это переживал, сколько ему пришлось отказываться от того, что мы имеем. То, что мы сейчас, грубо говоря, у нас все есть, но мы этого не ценим. А еще студенты уверены, что в ближайшее время противоэпидемические меры будут отменены, и следующий парад памяти они смогут увидеть во всем его торжественном величии. Олег Зверев, Николай Сидоров, События. Самарские волонтеры Победы отметили пятилетие своей работы. Этому активисты движения посвятили целый ряд интересных акций. Это и мастер-классы, и экскурсии, и викторины на проверку знаний истории России. На интеллектуальной игре «Риск», «Разум», «Интуиция», «Скорость» команда побывала Гульфия Сафина. Третий вопрос. Как назывался путь эвакуации людей из блокадного Ленинграда? Какой олимпийский вид спорта родился в России? Самарские студенты ищут ответы на разные вопросы. Об истории Великой Отечественной войны, о достижениях соотечественников в творчестве, спорте и других областях. Чтобы победить необходимый разум, интуиция, скорость и командность. Сокращенно, риск. Именно так называется интеллектуальная игра, прошедшая для волонтеров победы в рамках специальных мероприятий международного патриотического проекта «Парад памяти». Символично, что выставка, посвященная десятилетию парада, и стала местом встречи самарских волонтеров победы. Основная, конечно, задача волонтеров – это сохранение исторической памяти. И легче всего ее донести в игровой форме. И когда они, получается, узнают о событиях, о мероприятиях, о датах тех лет, в тот момент, когда это было все не так просто, но в игровой форме, это легче узнать, получить, заинтересоваться. Волонтерам победы, крупнейшему российскому патриотическому движению, собравшему по всей стране десятки тысяч последователей, в этом году пять лет. Ежегодно в Самарской области более трех с половиной тысяч волонтеров победы помогают в проведении мероприятий и оказании адресной помощи. Парад памяти пройдет без прохождения парадных расчетов на площади Куйбышева, но спецмероприятия продолжаются. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией активисты движения, большую часть мероприятий проведут в онлайн-форматах – мастер-классы, экскурсии, квесты, викторины, квизы. Уже юбилей сегодня, замечательный праздник. С утра я проснулась с замечательным настроением. Мы с мамой приготовили торт и поехала ее сюда отмечать. Почему волонтеры победы? Потому что это важно, чтобы сейчас нынешнее поколение знало настоящую историю и могло дать отпор тем, кто не верит в истинность нашей победы и причастность к этому. Интеллектуальная игра прошла с соблюдением всех мер безопасности и требований Роспотребнадзора. На входе на площадку все участники игры обработали руки антисептиком, прошли термометрию и получили маски, в которых находились на протяжении всей встречи. Выставка «Десятилетие у парада памяти посвящается» открылась 9 октября и продолжится до 9 ноября. Весь месяц за соблюдением масочного режима и социальной дистанции на выставке следят волонтеры победы. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. Самарцы увидят легендарный балет «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича. Премьера состоится в театре оперы и балета 7 и 8 ноября. Впервые на советской сцене одноктный балет поставил Игорь Бельский в 1961 году в Ленинграде, а в 1985 в Куйбышеве. Потом долгое время этого спектакля не было в репертуаре Самарского театра. Воссоздать постановку решили в год десятилетия Парада памяти и в год 75-летия Победы Великой Отечественной войне, поскольку благодаря творчеству Шостаковича в запасной столице сформировался новый уровень культуры, рассказал в эфире программы «Самарская среда» с Яном Налимовым генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Сергей Филиппов. А где, как ни в Самаре, должен идти балет на музыку «Седьмой симфонии Шостаковича», если, как известно, ее действительно первое исполнение, то есть настоящая мировая премьера, как раз и состоялась в Куйбышеве на сцене Академического театра оперы и балета 5 марта 1642 года. Это было главное музыкальное событие Второй мировой войны. Здесь же он написал массу других произведений, ну, в частности, оперу «Игроки» по мотивам Николая Васильевича Гоголя. Здесь же он приступил к созданию «Восьмой симфонии», тоже одного из своих величайших произведений. Он проводил здесь творческие вечера, он проводил здесь лекции, писал публицистические материалы. То есть, по сути дела, вокруг Шостаковича формировалась культурная среда. Он и те замечательные музыканты, артисты, художники, которые приехали сюда, в Куйбышев, практически создали совершенно иной уровень культуры в городе. Добраться до школы, не беспокоясь о безопасности. В Самаре дорожные полицейские регулярно проводят профилактические широкомасштабные акции для детей, среди которых «Внимание, дети! Дорога в школу». Главные цели – восстановить у детей после летних каникул навыки безопасного дорожного поведения и напомнить водителям о повышенном внимании к пешеходным переходам. И мы хотим, чтобы вы были аккуратнее на дорогах и одели наши очки. Яркие очки, чтобы глядели в оба. Школьники города каждый год подключаются к акции, которую проводят сотрудники ГИБДД в рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2016-2020 годы». Проблема безопасности детей при участии в дорожном движении, конечно же, остается актуальной в деятельности Департамента образования, образовательных учреждений, и ей традиционно уделяется самое пристальное внимание. Все мероприятия данной программы направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Задача акции заключалась в том, чтобы напомнить водителям, что с началом учебного года возрастает количество ДТП с участием детей, поэтому нужно быть более внимательным к юным участникам дорожного движения и неукоснительно соблюдать скоростной режим. Водители должны сами уступить дорогу, потому что там специальный пешеходный переход и без светофора, и они должны сами им уступать. Нашему народу нужно вообще взяться за голову и ездить очень аккуратно, беречь и себя, и своих близких, и тем более детей. Для того, чтобы привлечь внимание водителей к пешеходам, пересекающим проезжую часть по пешеходному переходу, сотрудники ГИБДД совместно с отрядом ЮИЧ-школы номер 87 дарили им игрушечные очки. Водители с удовольствием примеряли необычные аксессуары и обещали школьникам и сотрудникам полиции быть внимательным и соблюдать правила дорожного движения. В ходе проведения акции ребятам предоставилась возможность выступить в роли стражей правопорядка. На дороге юные инспекторы движения общались с водителями и пешеходами, призывая строго и неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения. На этом наш выпуск завершен. Заходите на наш официальный сайт и на наши страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова